В нашей студии гости Ламия Гусейнова, руководитель ресурсного центра российского движения школьников. Доброе утро! Доброе утро! Совсем скоро к нам присоединятся еще одни участники. Узнайте, по какому поводу. Пока что расскажем, что в рамках летнего фестиваля проходит первый онлайн-квест, да? Да. Вот с помощью онлайн-связи они к нам совсем скоро присоединятся. Что это такое? Смотрите, летний фестиваль РДШ у нас мероприятий, которые проходят ежегодно для ребят в конце лета, получается, чтобы прокачать их, зарядить перед учебным годом. В этом году в связи с такой ситуацией, сложной, эпидемиологической, перед нами стояла задача сделать что-то интересное и классное. И мы придумали вот такой онлайн-квест от первого лица. То есть ребята, которые к нам регистрируются, то есть команда 4 до 6 человек. В квесте есть 6 персонажей. За каждого персонажа отвечают отдельные сотрудники. Получается, с нами связывается каждый участник команды и проходит нашими руками буквально квест. В квесте 6 локаций. С темой мы определились очень быстро. Карантин, это актуально сейчас. И главная цель этого квеста как раз таки выйти из карантина, найти вакцину и вылечиться от вируса. Как вы в тренде прямо. Да, так получилось. Так, хорошо. Что из тебя представляет этот квест? Вы нам расскажете, как это все? Или мы уже сейчас как раз выйдем на связь и посмотрим там уже вживую нам расскажут? А девочки уже покажут нам конкретно какой-то из них. И как это происходит? То есть получается, если каждый из вас, то нужно регистрироваться на определенное время, да? Смотрите, у нас у каждого персонажа, у нас все современно, у нас есть инстаграм-страничка. Так. Участники туда заходят, регистрируются и мы им звоним в инстаграме. Вот, они выходят с нами в связь и... Видеосвязь, видимо, да? Да, видеосвязь. И получается, командуют, говорят там... Вот, например, есть локация, у нас бассейн. Так. И участник говорит, так, нужно разгадать загадку и, например, поищи шар зеленый в секторе Б, там, в секторе А или С, вот так вот. Ну, и то есть мы, получается, выполняем задание за него, и они нами управляют. Это как компьютерная игра такая, да? Да, да, да. Только вместо компьютерных персонажей живи люди в виде вас. Да. Когда все этапы будут пройдены, что участник получает или команда? Смотрите, у нас есть несколько этапов в квесте. То есть каждый участник проходит свою локацию со своим аватаром, потом они собираются все вместе, находят клетку и там послание о том, где они могут найти вакцину. А вакцину, получается, они находят через загадку, также в прямом эфире, получается, наш профессор, который с этой вакциной стоит их и ждет, ждет ответов, они называют верный код. И все, собственно, потом мы с ними связаемся и нагружаем их признание. Ну, чего бы вам такое не провести со взрослыми-то, после того, как все ребята пройдут поддержку? Мы, это был тестовый формат на самом деле, сейчас мы попробуем, что новое, и вот как раз таки будем внедрять это потом и в другие наши предприятия взрослых. Итак, ваши коллеги присоединяются к нашей беседе, сейчас попробуем установить связь. Они-то нам и поведают о тех заданиях и этапах, которые нужно пройти ребятам. Доброе утро, как нас слышите? Доброе утро. У нас на связи Надира Розикова и Юлия Потылицина, специалисты молодежного центра «Вектор». Рассказывайте, показывайте даже, я бы так сказала, рассказали-то нам уже до вас. Давайте мы с вами перейдем одну локацию, я буду вашим аватаром, вы будете мной управлять. Аватар выглядит на камере вот так вот. Так, хорошо. Что нам нужно делать? Сейчас все расскажем. Привет! Здравствуйте. Ты выходишь на локацию «Играс зараженный». Твоя задача – восстановить последовательность шаров, которые указаны на доске. Приступим. Да. Я же правильно понимаю, что мы должны реагировать как-то? Да, да, да. Все верно. Так, сейчас нам покажут. Восстанови последовательность. Так, секунду. У вас есть несколько секунд, чтобы запомнить последовательность. Да, хорошо. Все, можно закрывать. Можно закрывать. И теперь вам нужно управлять своим аватаром и говорить, шар в какую лунку нужно поставить. Так, хорошо, шар в первую лунку. Давай, вот отсюда начинайте, с этой стороны. Ну да, естественно, слева направо. Так, теперь в третью. Теперь в пятую. В пятую. Теперь в седьмую, восьмую и девятую. Теперь в одиннадцатую. Все, давайте проверять. Боже мой, с кем я работаю? Какая зрительная память. Так. Я вас поздравляю. Данную локацию вы прошли. Спасибо. И вам дают подсказку на одного игрока, получается, на каждой локации. Из этой подсказки выходит слово, которое приводит их к посланию от профессора. Я просто за вчера смотрела «Форт Боякс». Ну, примерно, да. Это примерно из этой же серии. Там люди в масках и шарике. Мы девочкам говорим спасибо, да? Да, можно. Ну, у нас, в принципе, там есть еще одна локация бассейна. Если у нас время не позволяет, то можно... Да мы бы сделали еще какое-нибудь задание, если оно быстрое. Можно показать бассейн, девочки. Давайте, покажите нам еще что-нибудь. Так, хорошо. Вот это хороший кадр. Так. Я себе... Хорошо, смотрите. Тренируйте шеи, зрители тоже. Да, мы готовы. Давай, Жень. Так, мы готовы. Что нужно делать? На данной локации вам необходимо найти подсказки от профессора, где нужно найти шары чуть меньше, чем есть на самом деле. Как это? Ну, вот сейчас увидите. Можете управлять аватаром. Здесь есть разные секторы. Это сектор Б. Так. Сектор В. Так. Сектор Г. Так, вот. И сектор А. Соответственно. Скажите, в каком мне искать шар? А мы-то откуда знаем? Ну, вот. Подождите, нужно найти шар чуть меньше, чем все остальные? Так. Можешь поискать в секторе А. Так. А, то есть мы вот так вот говорим, да, и они начинают там искать, и, соответственно, там, если ничего не найдут, ну нет, здесь они все примерно одинаковые. Нет, на самом деле нет. Нет. Можешь поискать глубже. Покопайся. Ну, вы-то знаете, наверное, правильный ответ. Вот тот, кто вы знаете, будет на удачу. Да. То есть если в предыдущем задании можно было бы включить. Там несколько этих шаров маленьких. И в каждом шаре есть своя подсказка. Какая-то из них верная, какая-то неверная. А, вот так вот. Ну, в общем, этот процесс такой продолжается. Вот, да. Если не получается в этом секторе, ищем в другом, да? Да. Сколько вообще заданий-то? Получается, у нас шесть локаций. Последняя финальная. Получается, семь заданий в квесте. Семь заданий в квесте. Девочки, вам большое спасибо. Хороших вам участников, чтобы также с легкостью разгадывали все ваши задания на каждом этапе, как сделала это Евгения. Мы же вам желаем удачи и, как это, творческих ребят, чтобы действительно, как вы говорите, они подготовились к вам учебному году. Спасибо. Спасибо. Продолжаем нашу программу. Спасибо.